С раннего утра в спортивном парке имени Героя России Ларисы Лазутиной аншлаг. Через несколько часов станет ясно, в субботу около 200 человек предпочли спорт теплым постелем. Настроение сегодня у всех хорошее, большое количество людей, хорошая трасса. Ну что, дорогие спортсмены, наши мои друзья были услышаны. Движение. Молодежь надо развивать в спорте, чтобы были здоровые, сильные. Не чкались там нигде, не гуляли, а приходили сюда. Многие приехали с семьями и друзьями. В глаза бросалась молодежь, школьники, студенты, многие из которых уже имеют подготовку и экипировку профессиональных спортсменов. У нас сейчас подготовка серьезная, хотим на соревнованиях участвовать и пришли позаниматься по этому тренеру. Меня вообще сподвинула на это подруга. Вообще сначала не начинала ничего, а сейчас уже хорошо занимаюсь, четвертый год. Гвоздь программы главный старт на 18 километров начался в 11 утра. Вперед сразу вырвалась группа лидеров, среди которых трое – олимпийские призеры. Около 40 минут длилось тяжелейшее противостояние, а на заключительном отрезке трассы многие зрители испытали дежавю. Значительно всех обогнав, к финишу ноздря к ноздре неслись Никита Крюков и Александр Панжинский. Подобное уже случалось 6 лет назад в Ванкувере на зимних олимпийских играх. История повторилась. Снова борьба до последних метров, снова разница в доле секунды. И снова Никита Крюков первый. Помимо меня бежало еще два призера олимпийских игр. Так что в такой компании всегда хочется быть лучшим. И сегодняшний старт был такой некой чертой, практически по окончанию летней подготовки. Поэтому сейчас мы дальше едем на сбор в Рамзаву, на снег, и уже будем плавно готовиться к зиме. Гонка отличалась качественной организацией и массовостью. Профессионалы мирового уровня уже не в первый раз высоко оценивают Лазутинскую трассу. Периодически приезжаю сюда и зимой, и летом тренироваться. В принципе, в подмосковном регионе для меня это ближайшая лыжеролевная трасса с хорошим рабочим рельефом. Зимой здесь также хорошо готовят лыжную трассу. И вообще в скором будущем я планирую переехать в Одинцово жить. Поэтому приехал, можно сказать, в свой будущий дом. Подобные соревнования для Лазутинской трассы не новшество. Здесь постоянно проводят крупные мероприятия. Однако с каждым годом качественный и количественный уровень участников растет. В районе появляется все больше увлеченный здоровым образом жизни молодежи, примером для которой служат российские олимпийские чемпионы, живущие и тренирующиеся совсем рядом. Светослав Савенков, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова. Продолжение следует... Продолжение следует...